Студия 89,9. Концертный зал. Здравствуйте, друзья! Вы смотрите и слушаете телерадиоканал Страна ФМ. Четверг, 6 вечера. У микрофона Роман Шахов и программа Концертный зал. Сегодня очаровательные гости. Своей улыбкой согревает нашу уютную эфирную студию. Друзья, Лоя сегодня в Концертном зале. Здравствуй, Лоя! Благодарна, что вы меня пригласили, и у вас очень классно. Я первый раз нахожусь в такой вообще обалденной студии, и радио, и телевидение, и все вместе как-то по-новому. Скажи, пожалуйста, вот всегда ли в тебе такой позитив, или, может быть, погода как-то на тебя влияет, такая снежная, белая? Ну, снежная. Наступила зима, скоро день рождения, и, конечно, погода хорошая. То есть ты за несколько месяцев уже начинаешь готовиться? Планировать. Да, ну, конечно, на самом деле зима — это такое время праздничное, чудесное, время воплощения мечт, скажем так. Веришь ли ты до сих пор в Деда Мороза, признайся, Лоя? Не знаю. Да, верю. Если слушают дети, конечно, верю. Кто слушает твои песни? Вот с какого возраста твои фанаты в ВКонтакте уже пишут тебе? Какой хороший вопрос. С самого маленького возраста, то есть я замечаю на своих концертах, на концертах детей там 3-4 года бывает, да, с родителями. Ну и вместе с родителями, которым там 30-40 лет. То есть достаточно большая аудитория. Слушай, ну ты ведь тоже начала петь, будучи совсем ребенком. Наверное, раньше, чем говорить, начала уже выступать, петь. Скорее всего, я вообще вам сейчас расскажу, как было. Я когда родилась, я уже начала петь, потому что в роддоме, когда меня ударили, чтобы я закричала, я так сильно закричала, что медсестра сказала маме, у вас родилась певица, поздравляю. Классическое арпеджио так сразу, да, выдало, да? Да, выдало. Ну, в принципе, наверное, маму это не удивило, да? Не удивило, да. Она так и рассчитывала. Ты так грустно сказала, не удивила, потому что, видимо, никто другой не мог появиться в вашей семье, да? Да. Ну, хотя, с другой стороны, вот моя сестра, она тоже хорошо поет, но еще она преподаватель. Да. Что преподает она у тебя? Она преподает иностранный язык, английский. Она также классный руководитель в школе, совсем недавно стала, я очень ей горжусь. Давай передадим привет. Она, кстати, следит за твоими успехами? Следит, конечно. Она безумно за меня переживает. И это тот человек, который может настучать мне по шапке и сказать, почему ты ничего не делаешь, хватит лениться, срочно берись за тетрадку, давай писать. Все что-то там не так поправляет, и мы с ней очень часто ладим по этому поводу. Иногда она корректирует мне тексты, бывает, помогает, переводит на английский. И вообще изначально, как только я начинала что-то писать, она всегда была рядом. И я напевала, а нам не помогало что-то на английском набрасывать, так как я писала на английском. А на каком еще, конечно? Вот что-то вместе мы вот так вот творили все время. Скажи, пожалуйста, правдива ли та история, которая вот есть в интернете? Якобы сестра должна была написать кому-то песню, но ее сестры дома не было. Позвонили тебе, ты взяла трубку, и в результате ты написала песню за сестру. Да, это действительно так, это правда. Моя сестра тогда попала в Америку, она... Как ее зовут, кстати? Ее зовут Аня. Аня, привет вам большое. И еще недавно она стала мамой, ну как недавно, три года назад. Но все равно. В общем, она попала туда как студентка. И как раз я была дома, ее не было. Позвонили, говорят, здравствуйте, а вы вот нам обещали написать песню. Я говорю, я не знаю, вообще не обещала. Ты писала уже тогда или еще не писала? Да нет, не писала. Мне было там лет, наверное, 10, ну так вот. И как раз это сказали, я думаю, ну да, давайте, мы вам дадим 100 гривен. Я думаю, вот это да, 100 гривен, такие деньги. Что можно было купить на эти деньги? Конец 90-х, я так понимаю, да? Вообще можно было купить очень много доширака, как бы, я вам скажу. Ну и, не знаю, я купила, помню, совок, веник, что-нибудь для уборки в квартире. Мамы часто не было, она была постоянно в разъездах. И я убирала квартиру, прогуливала школу, писала эту песню, которую в итоге все-таки продала. Слушай, ну песня, какая судьба в этой песне? Да никакой, по-моему, никакой судьбы, да, просто кому-то понадобилось что-то такое о любви и горечи, страданий. Что касается сестры, тут важный момент. Она не требовала хотя бы половину гонорара, потому что все-таки... Нет, она когда прилетела с Америки, у нее уже были совсем другие валюты в глазах, поэтому не довелось ей. Какая гривна, да? Да, это точно. У нее уже были доллары, знаете, такие значки. У нас сейчас песня, которая называется «Я буду». Несколько слов о ней у тебя есть, возможно, сказать. Я люблю эту песню. Это одна из моих любимых песен. Это твоя песня? Это моя песня, да. Написала ее в 2009-м, об этом многие уже знают, на самом деле. И она постоянно со мной никуда не девается. Я знаю, что очень многие тоже ее любят, и многие поженились, вышли замуж, да, под эту песню. А сколько еще поженились люди? Появили семьи, да. Сколько людей любили, были вместе, и я с ними. Ура! А давай-ка мы сейчас эту песню в эфире «Страны.ФМ» послушаем и посмотрим. Твой взгляд, твой смех, который так мне нужен, то счастье и успех, ведь он вполне заслужен. Я знаю, я буду лететь безумной вспышкой. Я буду, я буду для тебя всегда твоей малышкой. Роза, будто океаны, и я иду ко дну, знаю, что согрею я тебе одну. Помнишь нашу Москву? Греешь нашу мечту? Руки по лицу скользят, и ветер листву гоняет опять. Суетит в ней, она скучает по мне, а я схожу с ума по ней. Этот безумный мир мне найдет слов, про то, как сильно бывает любовь. Твой взгляд, твой смех, который так мне нужен, то счастье и успех, ведь он вполне заслужен. Я знаю, я буду лететь безумной вспышкой. Я буду, я буду для тебя всегда твоей малышкой. Она одна стоит у окна, с бокалом вина, а за окном мягким шепотом шумит Москва. В ее глазах блестит тоска, глубока река. Я сижу один в пустой квартире, в голове воспоминания, как картины. И мы с ней далеко, как два берега. И не заплыть пока, глубока река. Твой взгляд, твой смех, который так мне нужен, то счастье и успех, ведь он вполне заслужен. Я знаю, я буду лететь безумной вспышкой. Я буду, я буду для тебя твоей малышкой. Твой взгляд, твой смех, который так мне нужен, то счастье и успех, ведь он вполне заслужен. Я знаю, я буду лететь безумной вспышкой. Я буду для тебя всегда твоей малышкой. Друзья, малышка Лоя сегодня в гостях у страны FM в концертном зале. Девушка с очаровательной улыбкой, очень красивой шляпкой. Это, кстати, счастливая шляпа. Это шляпа моей мамы, ей лет, наверное, 30. Что шляпа умеет выполнить? Ты загадываешь желание, говоришь шляпку. Ну вот так переворачиваешь, что деньги все складывают. Волшебная шляпа. Был ли у тебя такой опыт? Может быть, в метро ты где-то стояла или на улице выступала? Расскажи. Когда-то... Как ты начинала? Не сразу же ты стала известной актрисой, которая работает с известными продюсерами и с известными коллективами? Вообще, я, конечно, работала на многих работах. Я работала и курьером, и оператором по вводу данных. Что за данные ты вводила? Я вводила данные в компьютер. Ну там какие приносили, листочки. Типа секретарь, что ли, такое? Ну, нет, у нас было много человек в штабе, и мы сидели, вот это все печатали. Не секретарь, нет, не секретарь. Все потом стали певцами, скажи. Нет. Только твоя шляпа тебя выращила, да? Наверное, да. Итак, давай вернемся к шляпе. Что же она умеет? Вот как ты выступала, начинала шляпку? Что это было? Вообще, самое начало было для меня чем-то неожиданным. Я не осознавала, что это все происходит, что моя мечта сбывается. Это все как-то так было. Когда она стала материализоваться? Ты, в принципе, уже с трех лет на табуреточке стоя пела. Ты из музыкальной семьи. Мне кажется, у тебя и выбора-то не было. Не было выбора, однозначно, соглашусь. Все-таки родители очень хотели, чтобы я попала в эту сферу. Что, кстати, странно, иногда родители, которые сами в творческих коллективах работают, они потом... Хотят другого для своего ребенка. Нет, нет, ну может быть что-то постабильнее, что-то как-то. А у тебя вот, видишь... Ну это же хорошо. Это прекрасно, говорят и родители, и мы твои поклонники. Спасибо. В общем, начинала в школьные годы, да, я так понимаю? Да, ну именно профессионально вот с 2009 года. То есть, чтобы уже на большой сцене с 2009. А в сольном плавании ты уже, получается... 2011 года. Да, и тут как бы наздревает вопрос, а юбилей-то пятилетней сольной деятельности будет ли отмечать Лоя? А почему бы и нет? И когда? Расскажи. А когда это летом должно быть, потому что с продюсером, по-моему, мы как раз летом заключили наш договор. Так, то есть, смотри, летом следующего года, да, получается? Получается, да. Да, как раз 2007. Что нам ждать, да? А-а-а, я не знаю. Это будет большой концерт. Да, мы к этому готовимся, потому что в Москве у меня еще не было большого сольного концерта, я очень этого хочу, я знаю, что многие мои поклонники этого хотят и ждут, и я им обещаю, что это будет, мы к этому готовимся, поэтому к лету постараемся все организовать. Скажи, но ведь это не единственное обещание, которое ты им давала и которое они ждут. Да, это самый главный альбом. Что там с пластинкой, спрашивают тебя уже давным-давно? Ну, это вообще для меня самая больная тема на данный момент, мне дико стыдно перед поклонниками, потому что я не выпустила. Она краснее, друзья, если даже вам сейчас не видно в мониторы компьютеров и телевизора. Мне стыдно, мне правда стыдно, я обещала на октябрь, но, к сожалению, у нас возникли некоторые трудности с выбором названия альбома, я сейчас не знаю, то ли назвать его, прям можно сказать, да? Ну, скажи, конечно, твой альбом. Есть два варианта, я его хотела назвать Оля, либо Глобель. Что еще страннее? И вот я не знаю, как лучше. Многие подсказывают, что лучше Оля, так как это все-таки я и есть. Поближе, поближе. А Глобель как-то мне больше нравится, но не все поддерживают. А если Оля Глобель через тиры? Ну, нет. Это что-то не то. Ну, а Глобель, вот просто, что значит, расскажи? А Глобель это то место вот здесь, которое находится, где, можно сказать, третий глаз. Ты веришь в это? Ты пользуешься им? Наверное. Не знаю. Не то чтобы верю, но откуда берутся эти мои произведения, музыка и слова, я не знаю. Может быть, именно из Глобели. Ну, насколько я понимаю, они берутся и у тебя выходят из-под пера, а сидишь ты на кухне ночью и пишешь. Да, так и есть. Ну и сердце, конечно, тоже. А что должно происходить с тобой, с твоим сердцем, чтобы рождались произведения? Что-то должно или как раз когда затишье, ты и пишешь? Как у тебя устроено все? В основном это какой-то случайный всплеск эмоций. Вот так, да. То есть, когда затишье, нет. Мне нужно, чтобы что-то такое произошло, спонтанное для меня сюрприз, может быть, какой-то. И тогда у меня вот рождаются сразу песни. Моментально, буквально за пять минут. Друзья, поклонники устраивают ли тебе специальные сюрпризы, чтобы наконец-то песни для альбома были написаны? Друзья, да. Друзья иногда бывает. Ну, раз уж мы заговорили о твоем дне рождения, который будет в конце декабря, какие сюрпризы тебе делали уже на день рождения, чтобы поклонникам не повторяться в этом году? Честно сказать, вот насчет дня рождения здесь такой тяжелый нюанс. В основном мой день рождения проходит в одиночестве, либо в кругу семьи исключительно, без друзей, потому что все улетают отдыхать. Все-таки Новый год у всех это... 30 декабря, конечно, да. Ну, 30, да, все готовятся. Всем нужно успеть купить подарки, нужно успеть куда-нибудь улететь, и в итоге я вот сижу. Мы с тобой сейчас хорошо сидим в эфирной студии Страны ФМ. Дорогие друзья, в гостях у нас Лоя, и до 7 вечера будем слушать и смотреть интересные песни в исполнении Лои. Скоро вернемся, оставайтесь в нашей компании. Реклама Капли в нос гриппферон – это профилактика и лечение гриппа и простуды даже для будущих мам и малышей. О показаниях и противопоказаниях читайте в инструкции. Глаза покраснели, инфекция, зуд, капли офтальмоферон на помощь придут. О показаниях и противопоказаниях читайте в инструкции. Ежедневно, по будням, в эфире радиостанции «Страна ФМ». Только в программе «Территория машин». И больше нигде. Мы расскажем вам о жадных дилерах, о фордовской глине и о плохих полицейских из Германии. Это и многое другое каждый будний день. 8.30, 10.30, 17.30 и 19.30. «Страна ФМ». Ваша территория машин. Мы умеем заводить. Тер-тер-тер. Телефон рекламной службы. 8495-276-12-24. Студия 89,9. Концертный зал. Свет ночного города Тает на земле Вижу нашу улицу Он идет по ней И когда я рядом с ним Не хватает слов Хоть на сердце Раны сжет От семи ветров А внутри у него Розы темно-алые А внутри у него Письма запоздалые А внутри у него Льется дождь и радуга Я бы все отдала За минуту в его ласковых руках Убегая от себя Быву я в никуда Но у мачты корабля Кругом одного ота Лишь улыбка на лице Красивая твоя Вот что может мне помочь Что спасет меня А внутри у него Розы темно-алые А внутри у него Письма запоздалые А внутри у него Льется дождь и радуга Я бы все отдала За минуту в его ласковых руках А внутри у него Розы темно-алые А внутри у него Письма запоздалые А внутри у него Розы темно-алые А внутри у него Письма запоздалые А внутри у него льется дождь и радуга, я бы все отдала за минуту в его ласковых руках. За минуту в его ласковых руках. За минуту в его ласковых руках. Студия 89,9. Концертный зал. Друзья, сегодня в концертном зале страны ФМ очаровательная Лоя, автор-исполнитель, поэтесса, можно ли я так назвать? Можно и так. Мы посмотрели замечательный клип, послушали прекрасную песню. Вот расскажи, как проходил кастинг детей очень ярких, талантливых, свободных внутри? Кастинг проходил вообще очень достаточно долго, потому что мы отсмотрели... Ты сама отбирала? Нет, не я одна, мы отбирали вместе с продюсером, мы отсмотрели больше ста девочек, то есть вот так каждые присматривались. И именно на главную роль, вот это темненькое, кудрявое чудо очаровательное, да. Я сразу ее увидела, говорю, господи, это именно она, это та девочка, которая похожа не на меня, вообще не на меня. Мы заметили. Хотя изначально мы хотели, чтобы была что-то, вот девочка похожа на меня, да, как бы с отцом история, но все-таки вот получилось, что это, она похожа на мою самую лучшую подругу, которая была лучше меня на пять лет, но она настолько классная, я не знаю, вы знаете, я когда смотрю этот клип, у меня все время вызывают самые добрые чувства, эмоции, я вспоминаю, как это все происходило, и тепло на площадке присутствовало просто, но неимовернейшее. Очень классно было. В работе, что для тебя, есть какие-то, может быть, приоритеты? Ты больше любишь снимать клипы, может быть, может быть, это концертное выступление или работа в студии? Больше всего, пожалуй, это концерты. Энергетика, много людей поют вместе со мной, это самое большое счастье. Я думаю, любой артист так ответит. На студии, конечно, тоже классно, но там ты как-то сам наедине с собой, а вот когда люди рядом, они все-таки радуют тебя. Спасибо. Этого ответа мы и ждали. Что касается людей, которые вот пишут тебе в социальных сетях, ты сама отвечаешь, во-первых? Давай так с этого начнем. Да, я веду все свои социальные сети сама, и Инстаграм, ВКонтакте, и Фейсбук. Все, я, нигде нет никого, кто за меня там что-то делает. Ну, может быть, клоны есть, но если что, это не я. Так. Вот. Ну, что я могу сказать? Я стараюсь отвечать, не всегда, конечно, потому что приходит очень много писем, и я не успеваю, но иногда отвечаю. И люди этому радуются, мне это приятно. Насколько я понимаю, самая актуальная информация о твоей творческой жизни, о фише, это все ВКонтакте. Да, в официальной группе ВКонтакте можно узнать расписание выступлений ближайших, также вообще все новости, что происходит, все-все-все обо мне. Ну, ближайшие концерты просто вот намекни куда. А завтра я жду всех в городе Ковров, интересное название, в городе Ковров. В Владимирской области. Приезжай в город Ковров. Ну, в общем, да, во Владимирской области, приходите все, будем отжигать, петь, танцевать. Также 11 числа, 11 ноября будет концерт в клубе под названием Мира Клаб, точно вспомнила. И в Новый год я жду всех в городе Пятигорске. Как там? Там хорошо. Даки ресторан, да? Что-то связанное с уточкой. Ну, наверное, да. Ресторан Даки. Ну, новогодний, до новогоднего есть время. Еще далеко, так что еще увидимся много раз. Поэтому, если, друзья, у вас есть необходимость пригласить с выступлением Лою, можно позвонить. Все контакты у тебя есть на сайте, правильно? Есть, да, есть обязательно, конечно. Есть информация о том, что кроме музыки тебя интересуют вот прогулки на лошадях. Может быть, когда-то интересовали... Когда-то. Сейчас уже они меня не так интересуют, потому что у меня аллергия. Нет, серьезно. На самом деле, это ужасно. И я думаю, кто сейчас нас слушает, кто аллергик, он меня прекрасно понимает. Потому что это ужасно. Я не могу себе позволить погладить кошку. Ну, представляете? Слушай, ну ты так говоришь вдохновенно, у тебя такие сияющие глаза. Ну, мне хочется погладить. Но я не могу, потому что сразу начинают чихать, у меня краснеют глаза, взрывается нос. Можно ли связать эту аллергию с тем, что ты любишь мотоциклы? Там вот нет шерсти. Кстати, да, лошади ушли в прошлое. Там тоже лошади, их там много. Появились мотоциклы, да, согласна. Мотоциклы. Только ли ты пассажирка или уже начинаешь осваиваться? Нет, я не вожусь сама. У меня проблемы с равновесием не только на дороге, но и вообще в жизни. Поэтому я стараюсь как-то избегать двухколесных транспортов. И также хотелось бы тебя спросить, Союз гитаристов России интересуется, занимаешься ли ты на гитаре сейчас? Осваиваешь ли инструмент? Нет, хороший вопрос. Я никогда не осваивала гитару. Хотя мне очень бы хотелось. Но пока что хотелось. Что тебе мешает, да? Вот не знаю. Мои руки пока к ней не идут. Ты ждешь вдохновения? Не знаю. Просто гитара, возможно, не мой инструмент. У меня клавиши как-то ближе. Ну клавиши. Клавиши у тебя музыкальная школа была. Да, да. Клавиши, ты знаешь? Поэтому я привыкла к ним. Сочиняешь ты на клавишах, да? Правильно? Сочиняю я в основном уме, а потом наигрываю на клавишах. Что сначала? Получается... Сначала у меня мелодия, а потом слова. Следующее произведение у нас, которое по программе. Что за песня? Снежинки. Значит, мы эту песню не только любим. Да? Да. Ну и там смотрели на мотоциклы. А, да. Там есть какие-то у нас. Очень красивый клип. Каскадеры. Очень мужественный режиссер, который потерял голос на съемках. Да, да. Это было нечто. Как он говорил, это было смешно, правда. Спасибо тебе за этот клип. Очень красивая локация. Спасибо. Хорошие мотоциклисты и бой на мечах. Не говоря уже о том, что было в песне. Песня, конечно, войдет в альбом, да? Да, обязательно. Пластинка до конца этого года. Явится. Я очень-очень-очень надеюсь на это. Я молюсь просто вот так вот. Все. А мы сейчас слушаем и смотрим «Снежинки» в эфире «Страны.ФМ». Почти зимний трек. Снежинки падали, падали. Я не знаю, что надо мне, но я знаю, ты любишь меня. Да, я нарушила правила, и ты можешь прогнать меня, но я знаю, ты любишь меня. День камчался, не справилась я с управлением времени. И мой свитер не греет меня, и я понять не могу, что нужно мне от тебя. Снова день прошел мимо меня, но как достало, достало вам меня. Уже это зима, и мой свитер не греет меня. И я то ли люблю тебя, что ли, а... Снежинки падали, падали. Я не знаю, что надо мне, но я знаю, ты любишь меня. Да, я нарушила правила, и ты можешь прогнать меня, но я знаю, ты любишь меня. Ну давай посмотри на меня, ты опять в телефоне на пони я. И под шапкой нахмурилась я, если б могла, отмотала назад, конец сентября. Не бы знать, что так тянет меня, и почему по ночам так отчаянно. Что ж я молчу, и мой свитер не греет меня, и я то ли люблю тебя, что ли, а... Снежинки падали, падали. Снежинки падали, падали. И я не знаю, что надо мне. Снежинки падали, падали. Я не знаю, что надо мне, но я знаю, ты любишь меня. Да, я нарушила правила, и ты можешь прогнать меня, но я знаю, ты любишь меня. Снежинки подари, подари Я не знаю, что надо мне Но я знаю, ты любишь меня Да, я нарушила правила И ты можешь прогнать меня Но я знаю, ты любишь меня Студия 89,9 Концертный зал Друзья, сегодня в концертном зале Страны ФМ по-прежнему Лучезарная Лоя У нас Снежинки только что Были в эфире, хотелось бы понять Какое время года В какой песне будешь отражать Следующим, что за клип это будет Ну, опять же, зимой Но в клипе, я думаю, зимы не будет Хотелось бы что-то теплое А вот, например, в предыдущем клипе Который мы снимали Мне очень понравился стиль Вот такой все С природой связанное Знаете, вот мне хочется что-то Похожее на предыдущее Ты все-таки, насколько я понимаю Человек такой земли, да? Вот этот мегаполис не твое Или хорошо тебе в больших городах Расскажи Я смотрю на город, как на какую-то Большую сказку То есть для меня город Я не могу его воспринимать Как-то вот ответственно Город, сказочный город А вот природа, это вот, да, моя душа То есть жила бы за городом, да? В такой рощице какой-нибудь Или в долине? Нет, жила бы я все-таки в Москве Я не знаю Ну, в Москве Люблю я Москву Любишь Москву? Люблю очень Хорошо, давай вернемся тогда к клипу Когда это будет и на какую песню? Ну, по крайней мере, задумки какие у тебя? Задумки мы уже задумываем Молодцы! Обсуждалки мы уже обсуждаем Так что совсем скоро Мы выпустим Снимем сначала, конечно Потом выпустим клип На песню На которую я, конечно же, хочу Я хочу выпустить клип На мою песню «Меняю на блюз» Но пока что мы еще В сомнениях Возможно, это будет не эта песня А другая Но тоже песня войдет В твой дебютный альбом Который появится Да В продаже до конца года Если же мы не выпустим альбом раньше Продюсер Как-то вот Сильно влияет на то Какие песни будут в альбоме Или ты, как человек, пишущий Сам говоришь Вот я буду вот так делать Как это происходит у вас? Ну, вы знаете Мы очень дружные У нас не возникает споров На самом деле В таких ситуациях В основном мы всегда Приходим к общему согласию То есть И мысли нравится песня И мне нравится песня Мне нравится песня Ему нравится песня Ну, то есть Как-то у нас все похоже Он Козирог, как и я Может быть, мы на одной волне Я не знаю Скажи, пожалуйста Козирог В пластинке Которая появится До конца этого года Будет пара песен Не твоих Да Это песня Что это за автор Снежинки А также Песня Держи меня ближе Кто Кто Эти люди Которые отважились Написать И ты приняла эту работу Это Есть такой Уже, кстати, известный Певец Данте Он автор Песни Снежинки Очень классный Человек Мы знаем Он приходил К вам И он пишет Хорошие песни Не только себе Но и многим другим Музыкантам А песня Держи меня ближе Это написали Ребята Из Украины Насколько я знаю Там же Делали Весь саунд Честно Я не знаю Их имен К сожалению Потому что Песню сделали Полностью там Я здесь записала Вокал И все То есть Отправили туда Вокал Все сделали Есть у тебя Очень красивый Дуэт С текилой Есть Как же пересеклись Ваши пути Расскажи об этом Как началось сотрудничество Ой мы познакомились Очень давно Сказал как будто В 89 году Ну нет Не в 89 Ну где-то Может быть Не вспомню В общем Познакомились Решили записать песню Да Решили записать песню Он предложил Говорит Давай сделаем дуэт Я говорю Давай И вот у нас Получился Такой классный дуэт Знаете Это кстати По-моему Одна из самых Успешных песен Которая На концертах Просто на ура Всегда идет Дорогие друзья Если у вас сейчас Нет концерта Дома Если вы в автомобиле Сделайте радиоприемник погромче Может быть телевизор Чуть-чуть поярче У нас сейчас Песня под названием Вернись Текила и Лоя В продолжении музыкальной части Программы Концертный зал Будем подпевать? Будем конечно Все Друзья Смотрим Слушаем Текила Лоя Забыть тебя В себя Где оно Мое Отражение Там только ты Хочу видеть тебя Мне это нужно Если это болезнь Я тобою простушен Вернись В котором я жила Из-за любви Искренние слова Дай один шанс Тебя увидеть Дай один шанс Тебя услышать Я тону в твоих глазах Меня спасать не надо Не надо видеть сны с тобой Я хочу правды Хочу тебя наяву И только Я плыву по реке Любви Мне больно Осознавать Что я не знаю где-то Боже Помоги мне Найти ответы Мое сердце стучит И я надеюсь на случай Меня искушает судьба Она меня мучает Среди тысячи лиц Я ищу одно Но все как обычно Все как в тупом кино Ты на одном конце города Я на другом Идет сильный дождь Я смотрю в окно Твой силуэт Рисует капли на стекле Я найду тебя Я приду к тебе Забыть тебя невозможно Вернись ты ко мне Я буду рядом с тобой Смотреть на тебя И видеть образ твой Забуду все сказки Вспомню как тогда Был нежен со мной Как была и я Хочу я то детство Что скучало в груди Я больше не уйду Только ты не уходи Спасибо за рак Которым я желаю И за любви Искренние слова Моя жизнь без тебя Без ярких красок Кругом люди без лиц И без жалких мазок То, о чем ты думаешь Я оформляю слова И от мыслей твоих кругом Моя голова Спрося все, что хочешь И я дам ответ Скажи все, что держишь И разкрой секрет Вернися ты ко мне Сколько можно играть Я предлагаю себя Сколько еще можно ждать Вернись ты ко мне Я буду рядом с тобой Вернись ты ко мне Я буду рядом с тобой Я буду рядом с тобой Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня мы искренне говорим о музыке и о жизни слоей. Певица с улыбкой по-прежнему находится в эфирной студии Страны ФМ. Ты же пишешь песни, ты же пишешь стихи и пишешь себе. Пишешь ли другим артистам? Нет, пока что нет. Не пишу. Но, возможно, в будущем. Кому бы хотел написать? Есть такие артисты, на кого ты смотришь, думаешь, вот ему бы написала. Агутин сам пишет. Только хотел стать. Агутину бы написала бы. Кому? Да. Тяжелый вопрос узнать. Ну вот просто у тебя же есть знакомые, музыканты, друзья, приятели. Мне бы хотелось, если что-нибудь написать, ну, тогда тому, кто абсолютно не похож на меня. Ну, таких. Абсолютно в другом жанре. Можно найти музыкантов. Не знаю, может быть, Дорну. Ивану Дорну, да? Я не знаю, это первое, что пришло мне в голову. Хорошо. Так. Ну, а... Quest Pistols. Quest Pistols шоу, да? Почему бы нет? Что-нибудь такое. Давай-давай, сейчас они же все слушают и смотрят Страной ФМ. Потом просто потом обратятся. Подольской. Подольской, так. Да, мне очень нравится, как она поет. Не знаю, Беря Брежневой тоже. Хорошо, все, и сейчас как раз... Все, давайте пока хватит. Да, все. Будешь работать в этом направлении. Будет над чем-то работать. Что касается музыки, ты как человек творческий, скорее всего, чувствуешь ее глубже, острее, чем мы простые, смертные. Да, ну что ли. И вот скажи, какие грани в музыке тебе бы еще хотелось изучить? То есть сейчас ты работаешь, ну, скажем, в танцевальной популярной музыке, да? Что еще может быть, ну, не знаю, через 5-10 лет, куда бы ты еще хотела пойти? Может быть, ты уже сейчас об этом думаешь? Вдруг какой-нибудь фолк-альбом или джазовый альбом? Фолк, да, мне нравится этот жанр. А также, возможно, что-нибудь в жанре хип-хоп. Либо, знаете, не знаю, даже... Нет, мне тяжело сказать. Я настолько сильно люблю просто то, что я делаю. Мне нравится поп, и все, ничего не могу сделать с собой. Пока что так. Но если попробовать в новом, то, возможно, потом я вам смогу ответить на этот вопрос. Сейчас мне даже в голову не приходит. Но ты все-таки подумаешь, да, вот когда-нибудь? Наверное. Когда-нибудь ты вернешься к этому? Все-таки вот я заняла свою нишу, мне она нравится, и... Менять, да, можно, но не сильно. Хорошо. Может быть, потом я вам отвечу иначе. Ответь вот на какой вопрос. Не все в жизни у тебя, скорее всего, связано с музыкой. Есть какие-то свободные часы. Может быть, ты специально себя оттаскиваешь от нее, чтобы немножко поскучать, поголодать по этой музыке. И куда ты это время делаешь? Чему посвящаешь? Ой, встречи с друзьями, конечно же, прогулкам, спорту, много чему. Всему, чем, в принципе, занимаются обычные люди. Читаешь. Хожу в кино, читаю иногда. Сейчас вот начала читать Собор Парижской Богоматери. Тяжело дается, что я вам могу сказать. Ну, посмотрим, как будет дальше читаться. У нас следующее произведение, которое называется «Держи меня ближе». Это песня с клипом или нет? Расскажи. Это песня с клипом. Так. Клип, связанный с природой. Я там такая вся естественная, такая вся утренняя. Потому что снимали мы с двух часов ночи. Ну, а когда еще утреннюю снимать? Да, тяжело достаточно проходили съемки, но весело. Была хорошая команда. Режиссер Макс Рожков. Отличный человек. А давай посмотрим, что отличный человек нас снимал. Да, давайте. Что он нас снимал. И послушаем. «Держи меня крепче. Ближе». И крепче, и ближе. Ты все меня ближе. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 в концертном зале сегодня Лоя. Прекрасные песни мы слушаем и душевные беседы мы ведем. Всем хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты же знаешь, ты же знаешь, без меня Без меня тебе холодно и грустно Никогда ты не сумеешь променять Мои губы, мои сны и мои чувства Где бы ни был ты, что бы ты ни делал Дай мне знак, и я Заскну все звезды для тебя Запущу лифты от земли до неба Дай мне знак, и я Заскну все звезды для тебя С каждым часом узнаю Что сильнее тебя люблю Мое тело наполняется росою Я сумею, я смогу Не во сне, а наяву Мы же сами это выбрали Мы же сами это выбрали с тобой Где бы ни был ты, что бы ты ни делал Дай мне знак И я зажгу все звёзды для тебя Запущу липты от земли до неба Дай мне знак И я зажгу все звёзды для тебя Дай я зажгу все звёзды для тебя Студия 89,9. Концертный зал Сегодня для нас говорит и поёт Замечательная Лоя Спасибо Глаза у тебя, конечно, сияющие Спасибо страной АФМ, что сделали мои глаза такими сияющими Лоя, но никто не имеет права что-то делать с твоим голосом Это известно многим преподавателям по вокалу Ты не позволяешь им этого делать Расскажи, откуда такое возникло у тебя? Решила, что... Однажды мне сказали, не хочешь ли ты пойти к преподавателю вокала Это где, в музыкальной школе или где это было? Да, в общем, у меня мама и так преподавала вокал какое-то время Это мама сказала? Нет, мама сказала, не нужно Я тоже решила, что мне это не нужно Я не хочу, я боюсь, что меня как-то изменят Не в правильную сторону И это очень часто бывает Я абсолютно не доверяю, извините меня, конечно Вокальным преподавателям И считаю, что в основном они всё портят Извините Что делать? Нет, если только, конечно, человек пришёл именно с целью научиться петь То они обязательно нужны То есть смотри, насколько я понял Ну, такое моё обывательское представление Если у человека какой-то голос Да, не нужно его портить Хороший, природный То уже тогда не надо давать огранку Можно поработать над дыханием Да, там вот всякие вот эти фишки Открытие-закрытие голоса Дыхание стрельниковое что-нибудь такое Всё остальное – это излишне Что бы ты посоветовала сейчас своим юным поклонницам Которые хотели бы тоже пойти по твоим стопам Стать певицами Я бы посоветовала Ну вот сейчас, понимаешь, ты из музыкальной семьи У тебя было во многом это предрешено И мама помогала, и папа, и дедушка у тебя, актёр Дедушка – музыкант Музыкант, ну прадед, по-моему, актёр у тебя То есть вся семья творческая Кто-то, может быть, не из творческой семьи Но хотел бы вот как быть Как поверить в себя Поверить в себя, на самом деле, достаточно просто Нужно просто вспомнить о том Что у тебя есть жизнь И она одна И если ты не поверишь в себя То ты её упустишь Нужно верить именно в то, чего ты хочешь И твоя профессия, конечно же, должна приносить тебе удовольствие Нужно думать о себе Жить самому свою жизнь Да, ну, конечно, не забывайте о окружающих Это однозначно Я имею в виду в плане того, что если ты хочешь развиваться и чего-то добиться Нужно всё-таки думать о себе Спасибо Скажи ещё вот о чём Будет ли когда-то продаваться книжка Книжка? Да, которую напишет Лоя То есть, ну, в принципе, может быть, книжка стихов Может быть, какая-то проза По-моему, у тебя есть к этому склонность и определённая страсть Страсть Ну-ка, расскажи Завернули так как, а? Вообще, я вам скажу, у меня была идея написать книжку Так И первая строчка в этой книжке, я как сейчас помню Я никогда не любила берёзы Точка Больше я не придумывала ничего Всё, это вот, на этом вся моя книжка Слушай, ну, это что-то из раннего и неизданного, да? Наверное Ну, вот выпустить что-то со стихами Нет, мне не хотелось бы Всё-таки песни заняли в моём сердце большую часть Итак, мы подведём определённый итог Давайте Ты по-прежнему сияешь Спасибо Украшаешь эфир страны ФМ За что тебе громадное спасибо И вам спасибо Пожалуйста Приходи к нам ещё тогда, когда у тебя уже будет клип или альбом А это будет до конца 2016 года Всё правильно? I hope Я надеюсь Ну, я надеюсь, что сейчас нас слушает и смотрит твой продюсер Который тоже надеется и который приложит тебе усилия, чтобы так оно и случилось Я тебе этого желаю Спасибо Я тебе дарю подарки Подарки в студию Страна ФМ Надо же, как я удачно к вам зашла Дорогие друзья, вот эти подарки мы вручаем Лое Спасибо Вот, да Мы аплодируем тебе А что там можно писать? Ты любишь подарки-то? Ну, посмотри, посмотри, конечно Я очень люблю А, ну всё Вы хотите, чтобы я поменяла свою шляпу на счастливую кепку? Это такая же позитивом заряженная кепка Спасибо большое Там есть ещё несколько сувениров от Страны ФМ Спасибо Ты, я знаю, не только любишь подарки получать, но и дарить ещё подарки Да, дарить я люблю даже больше, чем получать Дари нам своё творчество Твои пожелания слушателям страны Давай буквально несколько слов Так, я желаю вам побольше счастья, конечно же Чтобы вы друг друга почаще обнимали Будьте добрыми Творите чудеса Ура Верьте в себя и мечтайте Спасибо Спасибо Это была Лоя Спасибо До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok